Сегодня день российской науки. Праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научно-исследовательской деятельности. В Черкесске открылся штаб общественной поддержки на платформе партии «Единая Россия». Его посетил глава Рашид Семрезов. Девять тонн гуманитарного груза отправили сегодня из Черкеска в Южный военный округ. Он сформирован при поддержке сенатора России Крыма Казанокова. Стихи, песни и танцы, посвященные родине. В селе Куржиново пришел концерт «За Россию» с участием педагогов и школьников. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Дарья Тендит. Сегодня день российской науки. С профессиональным праздником деятель науки поздравляет глава Карачаева-Черкесии. В этом году важная дата, объединяющая представителей научного сообщества нашей страны. Еще и юбилейная. Российской науке исполняется 300 лет. Ученые, академики, профессоры, студенты, все, кто посвятил свою жизнь научно-исследовательской деятельности, несомненно, вносят огромный вклад в развитие нашей страны и улучшение качества жизни граждан. Имена наших выдающихся ученых известны во всем мире, а их открытия в самых разных областях знаний востребованы не только внутри страны, но и за ее пределами. Свой вклад в развитие науки вносит и наша республика. Именно в Карачаево-Черкесии расположен крупнейший российский астрономический центр наземных наблюдений, объекта Вселенной, специальная астрофизическая обсерватория РАН. Накануне во Дворце культуры Черкеска торжественно открыли год семьи с участием десятков супружеских пар Карачаева-Черкесии. Таким образом, наша республика вслед за федеральным центром дала старт году семьи. Подробности в сюжете корреспондента Артура Махце. Карачаево-Черкесия – регион, где тепло семейного очага, сохранение традиции, преемственность поколений – не пустые слова. Размещенная в фойе Дворца культуры черкеская экспозиция демонстрирует, насколько важной для авторов произведения является тема семьи. В нашей республике старт тематическому году был дан в торжественной обстановке при участии представителей власти и нескольких десятков семейных пар. У них, представителей разных поколений, есть одна общая черта – бережное отношение к тем, кто дорог и любим. А это, в свою очередь, может служить примером для остальных. Не случайно, что некоторые супружеские пары были отмечены на региональном уровне, в их числе и семья Байрамкуловых, где растут пятеро детей. Семья – это все. Это и отдых, и это и лечение, и все. Супруга, вот несколько слов о ней. Как вы познакомились? С супругами познакомились у нас в районе, мы как бы местные. Я ее увидел, понравилось. Ну, как дальше уже общались. Пообещала мне пятерых детей родить, я и женился на ней. С юмором относиться ко многому – ценное качество. Умение находить компромиссы, поддерживать друг друга в любой ситуации. Все это, как нельзя кстати, подходит к каждой приглашенной в зал паре. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что на федеральном и региональном уровне делается очень многое для сохранения семейных ценностей. В нашем регионе живут крепкие, дружные семьи, и хочется, чтобы их становилось больше. Уверен, что год семьи, масштабная государственная поддержка, правильная демографическая политика, реализация проектов по строительству социальной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов помогут нам приумножить их число и сделать жизнь наших жителей более качественной и комфортной. В этот день во Дворце культуры было несколько супружеских пар, которые лишь недавно приняли ответственное решение. Во-первых, поздравляю с недавно измененным статусом, с семейным положением. Вот наверняка это важно, иметь семью, вот где, как свой очаг, свой тыл, защита. Да, как бы правосно это ни звучало, но каждый человек рождается на земле, чтобы продолжить свой род. И это очень важно не только для нас, но и для всех поколений, которые были до нас. Они делали все для того, чтобы мы имели такую возможность. На сцене прошла передача символического огня очага от супружеской пары с многолетним стажем новичкам в семейной жизни. Долгих век вам лет счастливой семейной жизни. Спасибо. И я вручаю вам символ огня очага, семейного очага. Спасибо. Миро. Валерия и Виктория, вам слово. От имени всех молодых супружеских пар Карачаева-Черкесии мы обещаем пронести через всю жизнь и передать будущим поколениям любовь к родному очагу. Тематики нынешнего года в какой-то мере были посвящены и прозвучавшие в этот день произведения. Артур Мухцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Очередную партию гуманитарного груза участникам СВО отправили сегодня из Карачаева-Черкесии. Все 9 тонн гуманитарного груза, груженный КАМАЗ с питьевой минеральной водой. Груз поддержки нашим военнослужащим будет направлен из Черкеска в Южный военный округ. Он сформирован при поддержке сенатора России Крыма Казанокова. В рамках работы Единого штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы республики Рашиды Тимрезова, говорят организаторы отправки. За Россию. Под таким названием прошел концерт в селе Куржиново, который подготовили гости из Краснодарского края. Вторая средняя школа из Куржиново и четвертая из Лобинска. Являются побратимами и ездят друг к другу в гости, показывая свои достижения и проводя совместные акции. На концерте побывал Али Баташев. Легендарную «Катюшу» исполнил коллектив «Созвучие», а стихотворение Олега Милявского, где солдат завещает потомкам любить Россию, с чувством продекламировала Полина Кондратова из творческого объединения «Образ». Когда вся Россия надела шинели, нередко бывало, солдат вспоминал и белые рощи, и ливни косые, и мысли над детям своей завещал. Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Что тебя больше всего тронуло в этом случае? Ну, меня больше всего тронуло, что он завещает своим детям, чтобы они любили Россию, которую он сам защищал. А для тебя что такое Россия? Россия – это мой родной дом, в котором я родилась. Все номера концертной программы были подготовлены воспитанниками и педагогами Дома детского творчества имени Дмитрия Шервашидзе из Лобинска. Они приехали вместе с учащимися школой номер 4 Лобинска, которая является побратимом Куржиновской средней школы номер 2. Хореограф Диана Климашевская исполнила танец «Колыбельная» в память о всех матерях и детях, испытавших на себе тяготы и лишения Великой Отечественной войны. Образ матери, заботящейся о своем ребенке, трогает сердца множество людей по всему миру, поэтому всегда актуален, считает Диана. Такие танцы ценятся, и надо их всегда выставлять везде, я считаю, потому что это наша история, и без этого никуда, без таких танцев. Они каждого за душу берут. Юные артисты творческого объединения «Импульс» дружно танцевали под песню «Аист на крыше», а педагог Мария Корочкова очаровала зрителей русским национальным костюмом и песней «За святую Русь помолюсь». Зрителям был представлен видеоролик «Святые воины Руси», рассказывающий о героических страницах истории страны, а также стихи, песни и танцы, посвященные России и ее многонациональному народу. Подобные мероприятия, подобное сближение, вот в таком юном возрасте, конечно же, несет только добрые плоды. Это сближение народов, это сближение детей, это самое верное и самое правильное, что может быть на пути воспитания, воспитания патриотизма. Это знакомство детей, это дружба, я думаю, та дружба, которая закладывается в детские годы, я думаю, возможно, что она и сохранится в дальнейшей во взрослой жизни. Мощным жизнеутверждающим финалом концерта стал танец «Морячка». Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью доктора филологических наук Фатимы Иркеновой. С ней встретилась Белла Джозаева. Продолжение следует...